Дай почитать. Многие века люди испытывали страх перед зеркалами, а в средние века женщину могли обвинить в колдовстве, если среди ее вещей был этот предмет. А во многих традициях зеркало является символом души человека, ее вместилище. Зачастую магические зеркала способны объединить раздробленное, воссоздать единство. Зеркало может восприниматься как символ солнца, как дверь в потусторонний мир, как всевидящее око. Очень часто слово «зеркало» встречается в названиях старинных трактатов по богословию, педагогике и дидактике. Зеркало также символ Девы Марии, так как Бог отразился в ней через точное свое подобие Иисуса Христа. В древнейшие времена зеркало, как солнце, было напрямую связано с женским образом. Зеркало всегда было атрибутом богинь и практически никогда не было атрибутом богов-мужчин. Такая связь женщины и солярной символики в древней мифологии вполне естественна для времен матриархата. Зеркало было атрибутом Афродиты Венеры, богини красоты, любви и женственности. Символом богини Венеры и посвященной ей планеты стало зеркало Венеры, представляющее собой кольцо, соединенное внизу крестом. Любопытно, что в Древней Греции зеркала использовались для видения будущего, ведь зеркало – это отражение. Кто не знает легенду о герое Персея и о том, как он победил Гаргону Медузу? Ведь любой, кто посмотрит в глаза Гаргоне, превратится в камень. Именно этим и воспользовался Персей. А Василиск – плод европейского средневекового мифотворчества. Это чудище, обладающее глазом жабы, головой петуха, крыльями летучей мыши и телом змеи. Но одно точно – вы очень многое узнаете о зеркалах, прочитав книгу Алисы Шпигель «История зеркал. 16 плюсов». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!